И поехали! Символично, не после выстрела стартового пистолета, а со словом «поехали» стартуют участники легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики. В Самаре он проходит уже второй раз, и в этом году невероятно популярен. Участников около 600 человек. Организаторы предполагали, будет в два раза меньше, и на всех желающих даже номеров не хватило. Самые маленькие участники бегут 500 метров. Корпоративной командой 2,5 километра, для спортсменов-любителей выносливей дистанция 5 и 10 километров. Позволяет вот такому количеству людей проявить свои таланты, пробежаться с утра, ну и почувствовать вообще дух вот этого бегового движения. 5 и 10 километров – это достаточно простая дистанция, то есть это начало сезона, люди только входят в беговое движение. 10 километров за 40 минут 19 секунд – достойный результат. Первая среди девушек к финишу пришла Антонина Бондарева из Самары. Тренировалась хорошо, готовилась. В принципе, нормальный центр. Атмосфера отличная, трасса хорошо, ребят подготовили. Молодцы, не заблудились мы, все правильно пробежались. Всего же в этом году пробежать по Волжской набережной приехали любители спорта из 31 города России и даже Казахстана. Забег уже можно назвать международным. Погода, атмосфера и трасса на достойном уровне, делятся участники. Погода, скажем так, как раз для того, чтобы показать хорошие результаты. Ветра нету, атмосфера прекрасная, атмосфера праздника. Я считаю, что в Самаре удалось это сделать второй раз. Я надеюсь, что это будет хорошей традицией, что, скажем так, первый старт в области будет начинать в Самаре. Для самых быстрых приготовили блестящие кубки. Но без медали не остался ни один участник космического забега. Так в Самаре открыли сезон. Дальше больше. 13 августа бегуны будут преодолевать настоящую марафонскую дистанцию. В конце мая у нас будет легкоатлетический праздник фестиваля бега Королевы спорта. Планируется в августе соревнование по легкоатлетическому марафону. И в ноябре будет проходить забег, посвященный Дню народного единства. Все-таки движение – это жизнь. А все у нас люди заботятся о здоровье. И утром, вы знаете, бегают на набережной. Забег любительский. И для многих победа – просто пробежать дистанцию. Не обошлось без сюрпризов. Спортивную форму некоторые бегуны заменили на карнавальные костюмы. Эту тенденцию организаторы решили продвигать и давать приз за лучший наряд. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.